Всем привет из Франции и мои самые наилучшие пожелания. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные диетические мясные кексы. Итак, какие же продукты нам понадобятся? Я беру 300 грамм говяжьего фарша жирностью 5%, одно яйцо, небольшой вот такой вот пучок петрушки, можно взять укроп или кинзу, в общем травку ту, которую вы любите. Одна небольшая луковица, затем примерно 100-150 грамм свежих или замороженных грибов, половина моркови или одна небольшая и 3 листика пекинской капусты. Также нам понадобится соль и если вы любите немного поострее, то можете добавить черный перец. И приступаем к приготовлению. Для запекания мясных кексов также нужна будет вот такая вот силиконовая форма. Итак, мясо перекладываем в миску, где мы будем готовить фарш. Пекинскую капусту измельчаем как можно меньше, можно это сделать в блендере. Морковь натираю я на мелкой терке, измельчаю петрушку как для салата, лук мелкими кубиками и грибы тоже мелкими кубиками. И сейчас мы будем смешивать вот эти вот ингредиенты вместе с мясом. Затем в фарш вбиваем яйцо и хорошенечко присаливаем. Вот такой вот красивый фарш у нас получается после вымешивания. И сейчас при помощи ложки я заполню формы для запекания. Из указанного количества продуктов я заполнила две формы. Одна на 6 кексов и другая на 10. Всего получается 16 штук. Да, форму я ничем абсолютно не смазывала. Формочки нужно заполнять не до самого края, потому что в процессе запекания эти кексы будут выделять сок. Сейчас я разогреваю духовку до 200 градусов и убираю запекаться мясные кексы на 35-40 минут. Как только сверху появится золотистая корочка, то кексы готовы. Вот мой протеиновый низкокалорийный ужин готов. Я беру 4 вот таких вот мясных кекса. Затем у меня здесь 2,5 ложки белой отварной фасоли, небольшой помидор, немного огурца и зелень петрушки. Также как соус я буду использовать домашний натуральный йогурт. И покажу, чтобы не было ни у кого сомнений, что вот смотрите, буквально через пару минут они очень легко достаются, даже если вы абсолютно форму не смазываете. Всем желаю приятного аппетита, приятного похудения, хорошего настроения и до новых встреч на моей кухне. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok